Ну и теперь, как и было обещано, поговорим об алкоголе, точнее о либерализации этого рынка. Дело в том, что Минпромторг предлагает наконец-то снять запрет на продажу алкоголя на территориях спортивных объектов, а также в санаториях и на розничных рынках, и в киосках. К тому же ведомство выступает как раз за легализацию продажи спиртного через интернет. Ну говорят, что те запреты, которые были введены, очень многим повредили, а пользы вообще никакой не принесли. Хотя вопрос спорный, да, вопрос очень спорный. И мы предлагаем обсудить его прямо сейчас. Кстати, мы тут же запускаем голосование для наших зрителей, поддерживаете ли вы либерализацию рынка алкоголя. Да, нет, номер, который вы видите на вашем экране, вначале, пожалуйста, пишите ОТР. Я сейчас заведу голосовательную машину. Уже работает. А, уже? Да. Все. Так, ну и мы представим наших гостей. Сегодня у нас в студии ОТР Алексей Каневский, руководитель комитета по экономике Московского отделения «Опор России». Здравствуйте. Здравствуйте. И депутат Государственной думы Олег Нилов. Добрый день. Здравствуйте. Олег Анатольевич, ну, наверное, первый вопрос вам, как вам эта инициатива Минпромторга? Пора? Пора в отставку. Минпромторг. Таким инициатором таких инициатив. Я бы пока, вот, к сожалению, нет фамилии. Да, вот есть в прессе, знаете, опубликован доклад Минпромторга. Это, знаете, с каким названием? Предложение по ограничению розничной продажи алкоголя. Вот, казалось бы, название, смотрите какое, предложение по ограничению. А суть там действительно снять все ограничения и вернуть алкоголь и на спортивные какие-то площадки. Но не все они предлагают не торговать в школах. И, значит, и все ограничения практически снять, кроме, вот, они согласились с тем, что, ну, давайте, возле школ не будем торговать. И в поликлипе. А возле детских садов и детских дошкольных учреждений, почему бы нет, давайте тоже снимать. Везде будем снимать. Поэтому, если это Мантуров, я не знаю, там, Евтухов, есть информация, что это Олег Фомичев, вот, только скажите, что это ваша инициатива, завтра же, значит, я выйду на трибуну Государственной Думы и буду требовать отставки вот такого горя, горя спасителя. То есть, вот таким способом они решили в кризис спасти малый средний бизнес. Понятно. Ну, а ведь действительно алкоголь это драйвер для малого бизнеса. Без него закрылось огромное количество стационарных пунктов. Действительно, алкоголь это яд. В нашей стране, где 5 миллионов алкоголиков, это официальная статистика, десятки миллионов людей, десятки миллионов людей страдают каждый день от этой беды, от этой болезни, да? Вы думаете, они не найдут где купить? 500 тысяч погибает людей в разной степени, либо травятся алкоголем, либо от болезней, связанных с алкоголем. И вы говорите, что это какое-то благо, это беда, это проблема национальной безопасности России. Алкоголизм и наркомания. Более страшной угрозы сегодня нет. Ни кризис, ни санкции, ни многое другое, утверждаю вам я, сегодня не так страшны, как алкоголизм и наркомания. И все эти последние годы, 3 года, когда правительство, Государственная Дума делали вот эти шаги вперед по ограничению рекламы, по ограничению мест продажи, по профилактике и так далее, и так далее. Вот сейчас пытаются перечеркнуть вот таким одним рощерком пират. Вот это появление, как говорят эксперты, до 50% фальсифицированной, прежде всего, водки и других напитков, начало уменьшиться. Где логика? Значит, сегодня уменьшили количество точек на десятки тысяч продажи алкоголя, чтобы не на каждом углу, не в каждом киоске. Уменьшили. И власть сегодня не может побороть вот этот фальсификат. Как было 50%, так и остается 50%. Вы сами ответили на свой вопрос. Я отвечаю. Так вот, сначала пусть Минпромторг, МВД и прокуратура разберутся с производителями вот этих 50% фальсификата. Представляете, кроме того, что это просто яд, которым травятся десятки тысяч ежегодно, умирают от этого яда десятки, сотни миллиардов долларов мимо казны, мимо бюджета в карманы производителей фальсификата. Вот наведите порядок сегодня с этим фальсификатом, потом говорите о том, что давайте тогда мы, как цивилизованные люди, как в Европе, предоставим больше свободы с распространением легального, чистого, проверенного алкоголя. Вот до тех пор, пока эта проблема не решена, вот сегодня выпускать в сотни тысяч новых точек прежде всего фальсификат, потому что мы могут сегодня проконтролировать, где гарантии. Нет гарантии, есть наоборот уверенность в том, что когда это будет повсеместно, именно фальсификат туда будет проникать, именно там будет продажа и в том числе несовершеннолетним, и в том числе по серым схемам. Даже чистый алкоголь, проданный где-то в маленькой точке, очень легко, знаете, сделать так, что как будто он не продавался. Поэтому предложения и требования звучали много раз. Навести порядок с фальсификатом. У власти не хватает смелости, не знаю там чего. Что лоббисты очень сильные во всех коридорах власти, которые защищают этих производителей. Недавно предложен был закон, в том числе моего авторства, о жесточайшем наказании производителя этого фальсификата. Чтобы штрафы были миллионные, а не как сейчас до 100 тысяч рублей. Сегодня производителю фальсификата, вот этой паленой водки, штраф, как правило, выписывается до 100 тысяч рублей. В тюрьму его посадить, ну таких случаев очень мало, когда смертельные отравления происходят, может быть сажают. Но и то там небольшие сроки, как правило, делаются условными сроками. А я предлагал до 20 лет тюрьмы без всяких условных сроков и прочего-прочего. Не принимаются эти доводы. Подождите, а что такое, я же говорю, до десятков тысяч людей травятся фальсифицированным алкоголем. Это разве не убийство? Это такое же убийство. Я не помню, когда это у нас шла речь о десятках тысяч. Но новости действительно появляются очень часто. Действительно этих случаев. Уважаемый коллега продемонстрировал здесь наглядно, что на самом деле как-то мы все в одну кучу. Ведь мы же не говорим здесь о вреде фальсификата. Вы сконцентрировались в своем ответе о том, что фальсификат вреден и с ним надо бороться. Здесь об этом никто не спорит. Контроль за продажей, как организовать, если это сотни тысяч тысяч. Речь идет о том, что предлагается точечно вернуть продажу алкоголя. Причем акцентированно обсуждается, что в основном некрепкого алкоголя. В некрепком алкоголе, если вам известно, случаи фальсификата или вообще не присутствуют, как в пиве, или в вине единичной. В основном фальсификат находится в производстве крепкого алкоголя. Это, как я видел из этого предложенного документа, не обсуждается. Давайте хотя бы, как первая мера, перенесем центр тяжести с употребления крепкого алкоголя, если мы говорим уже о злоупотреблениях. На употреблении так называемого мягкого алкоголя. Там пиво или вина. А вот про пиво. Скажите, пожалуйста, что нет фальсифицированного пива. Нет. Я вам говорю, что в России настоящего пива единицы процентов. Все остальное пивной напиток. Вот пивным напитком сегодня с добавлением спирта и еще неизвестно каких химических ингредиентов. И травятся, в том числе, в первую очередь, молодежь. Пивной алкоголизм, который только-только начал затухать в России, вы предлагаете опять вернуть. Я, к сожалению, тоже. В том числе с рекламой «Кто бежит за Клинским». Помните вот эту глобальную проблему. Только-только начали с нее как-то так вот отходить. И показатели действительно очень впечатляющие. Растет изменение потребления вот этого пива прежде всего молодежью. Сокращаем. Да. И я вам говорю, пивной алкоголизм. Это первый шаг к алкоголизму и к употреблению наркотиков. Разные вещи. Уважаемый коллега, значит, что касательно пива. Тысяча болельщиков, выходя на улицы города, представляют, ну, в общем-то, какую-то опасность. В том числе и для жителей города. Вот эти. Вот эти люди представляют опасность без пива. И, значит, огромное количество полицейских за наши с вами бюджетные деньги обеспечивать должны не просто правопорядок на стадионе, но и потом еще вокруг стадиона. И это каждый матч, каждый, не знаю, там какое-то футбольное собрание такое, с какого перепуга, как алкоголь не причем, после употребления, чрезмерного употребления пива именно, да, еще с какого-то алкоголя. Ну, сейчас там ничего не продают, но все равно охрана в филе нет. И без того специфическая публика, болельщики наши становятся действительно угрозой. И за счет наших бюджетных средств мы должны будем обеспечивать контроль, порядок и разделение, значит, обычных граждан от этих болельщиков. За чей счет, спросите у большинства граждан. Они согласны финансировать работу полиции? Да кормить надо дешевыми продуктами. Минпромторг пусть об этом озаботится. И мы предлагаем. Хотите помочь? Не берите аренду, не берите налоги вот такие драконовские с малого-среднего бизнеса, и тогда они смогут выживать, не торгуя алкоголем. Почему это не сделаете? Это двойная выгода, и малый и средний бизнес поддержите, и людям дешевые продукты придут. Нет, это не нравится, потому что я усматриваю здесь лоббизм именно вот этой алко-структуры, которая сегодня с угрозой, которая вступит в силу в середине лета, 1 июля, по-моему, когда каждая бутылка будет контролироваться очень строго. Невозможно будет фальсификат, введение очень сложно будет фальсификат, значит, куда-то внедрить в бары, в рестораны. И сейчас, видимо, это заработает с 1 июля. Жесточайший контроль сейчас введено, но отчасти, не полностью, но с 1 июля будет действительно введена и правильно жесткая контрольная система. Сегодня, вот для того, чтобы эти миллиарды, миллионы, вернее, литров фальсифицированного алкоголя как-то не остались невостребованными, и лоббируются, в том числе и представителями Минпромторги, вот этот возврат к повсеместному открытию этих десятков тысяч торговых точек. Поэтому не получится, я вас уверяю, да, а заниматься нужно, заниматься другими темами, в том числе именно продукты. В каждом киоске, пусть без наценки, без наценки, которая из аренды прежде всего определяется, без налоговых каких-то нагрузок. Да, понятно, понятно. Давайте такое право, и мы поддержим Государственную Думу. Сергей, давайте еще послушаем это город. Новосибирск, здравствуйте. Нам звонят, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, слушаем вас, вы в эфире. Я, конечно, против, против продажи алкоголя в киосках. Почему? Ну, во-первых, потому что... Помимо того, что это вредно. Ну, это вредно, да, это естественно. Во-вторых, то есть, вот человек говорит о том, что будет много пластификата продаваться, и тогда будет, ну, будет беспредел, я вам так скажу. То есть, будут пить по ночам и так далее и тому подобное. А сейчас вы считаете пластификата мало? Сейчас пить пьем. Очень много, очень много в интернете его. Я все это прекрасно знаю, вижу, там, новости смотрю и так далее иногда. Его очень много. Но дело в том, что через киоск это будет гораздо легче все пропихнуть. То есть, будут те же продавцы пиосков покупать в интернете и продавать этот фальсификат. То есть, даже вот у них есть ассортимент. Они будут в этот ассортимент вставлять вот этот фальсификат. То есть, тем самым они будут как бы колыны для себя. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, обществам дебилов легче управлять. Я это понимаю. И чем больше будет бухать и колоться и так далее, тем будет проще нам управлять газ и так далее. Это все мы все прекрасно знаем. Но это настолько вот, я не знаю, абсурд. Очередной абсурдный закон какой-то. Да, понятно. Спасибо. Сергей, город Новосибирск, Ленинградская область. К нам присоединяется Алексей. Здравствуйте. Алексей, Красное Село. Здравствуйте. Ваша позиция. Здравствуйте. Знаете, вот мое мнение. Ну, если вы сейчас слышите его, если нормально на связи сейчас. Слышим. Я вас слышу. И мы вас. Я вот вижу два нормальных, в принципе, мужчины сидят между собой, катая вот этот бильярдный шар. Алкоголь, не алкоголь. Ну, простите, но я вот такое свое мнение выскажу. Я профессиональный спортсмен. У меня произошли в жизни некоторые обстоятельства. И меня вот этот гад, рогатый сатана, сподвиг к алкоголю. Я очень много чего потерял из-за этого. Я вижу, как сейчас, вот сейчас вот реально продается с утра до вечера очень дешево, там, суррогатный алкоголь. Я вижу, как сейчас молодые пацаны, вместо того, чтобы идти в зал и там что-то нормально делать, они идут, покупают пиво, там, покупают алкоголь. Им это продается. Я вижу, как приезжают органы и, в принципе, ничего не делают. Это самое. И, поверьте, это ни в одном месте происходит. Но это нормально. Ну, вот так вот. Спасибо. Да, ладно, про себя я скажу, да. Я там, ну, в одном месте дал слабину, как бы немножко подудался, ну, как многие из мужчин. Не то, что опустился, но просто стал злоупотреблять. Но я пока еще, я понимаю проблему, я смогу с ней справиться. Я православный. Но я вижу людей, которые не могут справиться. И вот сейчас не буду говорить, там, как кто. Вот мужчина в очках сейчас сидит и пытается оправдать... Это Алексей Борисович или я? Спасибо, спасибо, Алексей. Понятна ваша позиция. А можно ли обратиться, кстати, извиня, Антон, мне просто очень интересно узнать, как в других странах это все устроено и как в этих странах с алкоголизмом? Ответственное питье. Не-не-не, ну, мне кажется, как в этом. Такой вольности я не видел нигде, во всяком случае, в европейских странах по продаже, по продаже свободной такой доступной повсеместно алкогольной продукции. Нужно в некоторых странах, например, в Финляндии, значит, найти, это очень сложно, в микрорайоне и в целом квартале один магазин, есть жесткое, четкое определение, на какое-то количество тысяч, десятков тысяч жителей, один магазин. Без рекламы, без особой, там, какой-то, знаете, доступности такой, чтобы это было на центральной улице. Вот таким образом, в том числе, регламентируют, управляют этими процессами. Нигде нет продажи, там, тем более после семи часов в магазинах, да? Да, на стадионах это есть, в клубах, в ресторанах. Но, позвольте, давайте говорить о каких ценах. Там один дринь крепкого алкоголя, значит, ну просто кошелек нужно будет оставить, если ты захочешь выпить несколько этих дриньков за время матча. Ну, пиво, пиво, да, но там качественное пиво, еще раз я повторяю, а не пивной напиток, значит, там со спиртом, как это в основном продается в России. Поэтому есть культура, и самое главное, там нет такой страшной статистики. Больных людей, ну согласитесь, в учреждениях, где больные алкоголизмом, да? Ну нельзя, значит, вот на каждом шагу продавать алкоголь. Страна действительно находится на первых местах по всем этим проблемам. По употреблению алкоголя, наркотиков, табака. Да, самая большая угроза. Больные люди, огромное количество людей больных. И самое главное, молодежь, которая вот под воздействием многих примеров, в том числе и вот этого окружения, рискует заразиться, да? И в этих условиях мы говорим о каких-то лукавых историях с тем, что нам нужно спасать малый бизнес, нам нужно в бюджет деньги зарабатывать. Так договоримся до того, что и наркотики, значит, легкие, кто-то предложит из Минпромторга, да? Потому что деньги нужно зарабатывать для того, чтобы потом лечить, да? Вот этих самых больных. Вот этот замкнутый круг. Не отменяет, знаете ли, того, что малый бизнес, значит, надо спасать. Давайте поспорим буквально через несколько минут, нам нужно прерваться на новости. Буквально 2-3 минуты. Минпромторг предлагает снять запрет на продажу алкоголя на территориях спортивных объектов, в санаториях, на розничных рынках, в киосках и даже в интернете. Об этом спорим прямо сейчас в нашей студии. У нас в гостях Алексей Каневский, руководитель комитета по экономике Московского отделения «Опор России» и Олег Нилов, депутат Государственной Думы. Да, и у нас сейчас идет интернет-голосование, СМС-голосование. Напомним, мы ждем ваш ответ на вопрос. Вы поддерживаете или нет либерализацию рынка алкоголя? Пишите «да», «нет». Вначале ОТР пробел. Да, а потом ваш ответ. И никак иначе, ни точек, ни запятых, пожалуйста. Промежуточные итоги. 80% Ну, если говорить о числе СМС, то около 100 СМС против либерализации рынка алкоголя. И около 20. 80% против 20. 20% всего лишь поддерживают. Я вам прочитаю цитату из этого доклада. Мы обсуждаем, слава богу, пока ни закон, ни постановление даже правительства. Потому что, если это будет постановление правительства, или там даже официальный документ министерства, я вам сказал, чем это закончится. Требованием отставки сразу того, кто подпишет, даже проект. Сегодня пока это доклад, который родился в недрах Минпромторга. И вот в этом докладе, например, я вам процитирую одну вещь. Вы говорите, да нет, замечательный доклад. Запрет торговать вблизи детских садов и дошкольных учреждениях – абсурд. Сказано в этом докладе. Вот если с таких позиций подходят авторы доклада к этой проблематике, то очень сложно мне назвать их коллегами. Вот вы говорите, коллеги, давайте вместе, давайте объединим усилия. Да мы все здесь коллеги. И давайте, как волки и овцы, решать одну и ту же проблему. Не получится, уважаемые не коллеги. У вас интерес один, у большинства нормальных граждан. Мне интерес с вами одинаковый. И чтобы дети не видели вот этого зла. Тем более вокруг дошкольных детских учреждений. Уверен, что это цитата из доклада. Можно я предположу, почему она так? Вот есть там в этом предположении слово «вблизи». Слово «вблизи» в нашем с вами исполнении, так сказать, обрастает огромным количеством нюансов. Вот это «вблизи» трактуется контролирующими органами по-своему. Гигантская коррупционная составляющая. Что такое «вблизи» на ваш взгляд? Километр или 20 километров? Ну, точно не километр. И даже не 500 метров. Вот нормальное русское понимание слова «вблизи» — это в зоне видимости. Именно так. А с кошки детский сад, куда ходит мой ребенок, а буквально, я не знаю, там метров 200 или 300 стоит сетевой магазин. Да, в магазине. Крупный. Не-не-не, подожди. Сетевой крупный магазин, в котором есть алкоголь. Сетевой крупный магазин, в котором есть алкоголь. И так как это дешевый сетевой магазин, публика возле него соответствующая. Все эти люди ходят вокруг вот там же. Что-то вот, я не понимаю, что изменится-то? Ну, понимаете, сейчас... Вот как раз 200-300 метров... Где? ...это... Ну, это рядом, это совсем рядом. ...сегодняшний день как раз не попадает. А вот коллеги, которые писали этот доклад, они хотят, чтобы это было, ну, и в том числе и без ограничений. И 50 метров, и 20 метров. Ну, я не знаю, что хотят коллеги, потому что, действительно, формулировка очень размытая. Но, еще раз говорю, тут должен быть абсолютно нормальный, здравомыслящий подход. Если это действительно мешает, если школьники или дети проходят бесконечно через это, вот сказать, наверное, надо на это внимательно посмотреть и, возможно, ограничить. Но, еще раз я говорю, здесь есть абсолютно сетевые крупные супермаркеты, которые повсеместно стоят рядом со школами, надо изъять у них продажу алкоголя. Тогда он должен будет закрыться, потому что 40-60% выручки обеспечивает ему продажа алкоголя. Не алкоголикам, а населению. Так сформирован спрос. Вы же покупаете раз в 100 лет бутылку красного вена? Наверное, да. Так выглядит спрос во всем мире и вообще в истории, в жизни. У нас алкоголь не запрещен, это не наркотики, мы же сейчас это обсуждаем. Не надо все в одну кучу. Но тогда он будет вынужден закрыться, потому что, еще раз говорю, ретабельность большая и товарооборот связан с потреблением обычного вина. Это неоднозначно. Это вы считаете, что кроме алкоголя, кроме чем торговля алкоголем, нам никак не спасти малый и средний торговый бизнес. Это абсурд. Вот это абсурд. Если официальные лица, тем более представители министерства торговли, будут такое утверждать. Это вот как раз большая ошибка. И нужно менять философию поддержки торговли. Нужно заниматься тем, чтобы не создавать преференции только сетям. Сегодня сети, которые, вот они угробили малый и средний бизнес, они сделали нерентабельной торговлю в киосках, а не отсутствие алкоголя. И не передергивайте, пожалуйста. По вопросу представителей сетей, вот как раз казалось, что когда массовые киоски закроются, весь алкоголь перетечет в сети. На самом деле, по вопросу многих-многих, так сказать, сетевых представителей, это, к сожалению или к счастью, получилось совсем не так. Так, алкоголь перетек как раз в серую зону, и потребление его стало, потому что в сетях это дорого. И люди пошли как раз на черный рынок покупать его, и травиться, и здесь вы абсолютно пролистите. Вот там пишут, где вообще живете, в регионах не проблема купить алкоголь в любое время. А также пьют самогон, продают на дому круглосуточно, любой возраст, 100 рублей за бутылку. Алексей, смотрите, Московская область в свое время ввела ограничение временное по продаже алкоголя. Они начали, если не ошибаюсь, до 9 часов. Как только наступил нынешний кризис, по-моему, еще в прошлом году губернатор Московской области издал распоряжение продлить до 11. Разница в 2 часа, но для бюджета Московской области, насколько я себе представляю ситуацию, это существенно. Какой экономический эффект, коль мы уже об экономике заговорили, можно ожидать от инициативы Минпромторга, если она может быть принята? Господа, нравится нам это или не нравится, все-таки давайте серьезно посмотрим на ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Все-таки абстрагироваться от экономики, от наполнения бюджета нам так или иначе не удастся. Я еще раз, уважаемый все-таки коллега, считаю, что мы здесь должны быть на одной стороне баррикад. И здесь я точно не выступаю за спаивание населения. Но, тем не менее, действительно, многие-многие миллионы рублей и в виде дополнительных налогов, и в виде новых рабочих мест, потому что точки работают, не закрываются, и в виде тысячи мест для занятости сейчас в это время, эта инициатива может дать, не сгущая краски с точки зрения злоупотребления, на мой взгляд. Если бы было прямо или каким-то образом экспертно понятно, что эти два часа, например, приносят нам тысячи или десятки человек новых алкоголиков, наверное, тут нечего было бы обсуждать. Но это не так. Это не так. Но согласитесь, что по сравнению с теневым рынком, с рынком фальсификата, то, о чем вы говорите, об этих, действительно, может быть, каких-то миллионах, может быть, миллиарде рублей, это копейки. Хотите денег в бюджет, закройте вообще, ну, минимизируйте практически до нуля производство фальсифицированной водки и продажу. Сегодня это существует. А вы говорите, нет, все это не справится, это какое-то зло непреодолимой силой. Лошадь, извините, давайте я закончу. Пожалуйста. Значит, сегодня и вчера производство фальсифицированной водки существует только потому, что власть, в том числе и в погонах, крышует и прикрывает это производство. Вот она безответственность, вот они где сотни миллиардов. Ну вы правы. Следующее предложение не раз озвучивалось. А кто с этим спорят? Видите государственную монополию на производство спирта, крепкого алкоголя. Вы увидите, какие сотни миллиардов опять поступят в бюджет? Это глобальный вопрос, можем пообсуждать. Но здесь я... В другой раз, у нас время подводить итоги. Время кончается. Посмотрим, что у нас там с смс-голосованием. С смс-голосованием... Пожидаемо, в общем, да? Сколько уже? По-моему, в районе 90%, если я правильно вижу... 89% против. ...графику на экране. 89% против. 89% против либерализации рынка алкоголя не поддерживает предложение Минпромторга. Ну и, соответственно, 21% всего лишь поддерживает. 11% всего лишь поддерживает. Спасибо, мы благодарим наших гостей. Алексей Каневский, руководитель комитета по экономике Московского отделения «Опора России», был у нас сегодня в студии. И с ним спорил Олег Нилов, депутатка государственной думы. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.